Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! По моему отражению в зеркале, которое вы видите прямо сзади меня, ну или, возможно, вы его не видите. Ой, какой жесткий засвет. Нет, вы ничего не поймете. Ладно. Я хочу сказать, что я нахожусь в Корее! Ура! Здесь должен был быть прав, что я на самом деле в Корее, поэтому мой вид из окна выглядит вот так. Да, мне не повезло жить с видом на чужое здание, зато тут каждый день проходят концерты, и я не слышу, как там люди кричат. Нет, серьезно, они там прям кричат. Корея. Давайте мини-рум-тур. Ну, это вот у нас спальня, то есть, получается, две комнаты, зал. Потом у нас есть здесь гардеробная. Мне вообще страшно сюда заходить, потому что тут пипец. Здесь, короче, пространство под обувь и под чемоданы. Там наверху тоже какое-то пространство. Здесь у нас пространство, которое завалено моими сумками и всякой ерундой. И здесь висят шмотки. Бренд бездна, кстати. И утюг, потому что я попросила. Но выглядит не то, чтобы очень элитно. Кровать большая, огромная, выглядит красиво и элегантно. Вид здесь получше, чем в зале. Комнаты, кстати, очень большие, почему-то на видео мне кажется меньше, что они прям вообще огромные, просто огромные. Ну вот, насколько огромная кровать. Телек, который, как вы понимаете, тоже большой, хоть и кажется маленьким. Все еще я. Там наш толкан, надеюсь, он не очень засранный, не стыдно будет его показать. Ну, короче, здесь ванна, можно мыться с видом на себя. Интересный экспириенс. Здесь всякая ерунда наша. Здесь у нас душ. Это умный туалет, ты на него садишься, он включает жопогрев. А еще здесь можно закрыть дверь, если хочешь уединение. Да все вроде рассказала. В общем, какая ситуация. Я приехала в Корею, и сейчас я в Корею живу вместе с моей подругой Машей. Мари. Маша и Мари выходи. Ура! Возможно, вы ее помните, потому что первый раз на моем канале появилось, наверное, годы 4 или 5 назад. Когда ты только первый раз приехала в Корею. Приехала в Корею, и ты мне показывала Корею. И рассказывала про Корею. Вообще, классная история мне рассказала Мария. В общем, в этот раз мы подумали и решили, что было бы славно... Мне провалилось диван. Короче, мы ходили по магазинам и купили корейскую модную одежду. Вот. Что модно в Корее на 2023 год? Да, сейчас в моде у нас, получается, старый стиль 90-х. Это когда опущенные джинсы, опущенная юбка, чтобы был виден пупок. И что-то такое обтягивающее в виде лошадок, джинсы тоже очень популярные. И карго, это такие, больше спортивный такой стиль. Класс. В Корее тренды меняются очень быстро. Поэтому то, что вы видите в этом видео, скорее всего, через две недели, вот у них вообще все будет иначе. Кстати, в конце видео мы ответим на самые популярные вопросы о стиле в Корее, которые вы задавали мне в Телеграм. Все, приступаем к распаковке. Да, наш номер выглядит вот так. Здесь, типа, все было чисто, вот когда я снимала. Потому что весь мусор мы сложили в ту сторону, вот там вот, да. Коротко о том, что вы едите, проживая в люкс-отеле со всякими бизнесменами. Орехи, блин, и рамены. Рамены, супы. Корейские. Да, это зубная щетка с Чангуком. И что вы мне сделаете? Чангук, который зубная щетка. Много шуток в голове, но я не буду их озвучивать. Образ номер один. Так, давайте посмотрим, что вообще здесь накуплено. Я даже не знаю, сколько денег я потратила. Не спрашивайте, я не помню. Сейчас в Корее я обратила внимание очень модные вот такие вот жакеты. Это не жакеты, а такие без рукавки с капюшонами. У меня такой вещи никогда не было. Попробуем ее. Пока что достаточно качественно. Ну, то есть, понятно, что все это, конечно, синтетика, но в целом она неплохая и выглядит очень хорошо. Поэтому я думаю, что до первой стирки она точно будет сохранять свой фирменный вид. Вот такая вот юбка. Да, это короткая мини-юбка. И, кстати, внимание, она не S-размера, она M-размера. И вот почему. Из-за того, что сейчас на данный момент очень популярны заниженные талии, чтобы был виден пупок. А сейчас многие, например, хитрят. И вместо того, чтобы покупать просто укороченную мини-юбку на заниженной талии, они покупают завышенной талии, но на 2-2 размера больше, чтобы она просто сидела на бедрах. Итак, лук номер один. Пожалуйста, попрошу Мена эпичную музыку. Я суперстесняшка, суперстесняшка. Подожди минуту, ща ты будешь мой, будешь мой. Немножко нервно. Вау, как она на тебе классно смотрится. Слушай, она была в мини-юбках. Неужели я тебе вижу такой секси? А вот и пупочек. Тупой торчит на заниженной талии. Да, вот он теперь торчит, теперь вид такой. Но мне, на самом деле, кажется, кренки так не ходят. Прямо вот так. Они, короче, смотри, они прям вот этот топ чуть-чуть здесь стёгивают. Я тебе сейчас покажу. Вот так вот. И у них ещё здесь вот так вот сапоги. А, ещё нам высокие сапоги для этого вот сейчас нужны. И шапка. Шапку купили специально, потому что нужно было сделать косплей на смешариков. Да, вы ничего не перепутали, я сделала костюм на смешарика Пина. Вот я купила такую шапку и сюда я ещё очки вставила. Хорошо. Какой милый. Медвежок. Я ничего не понимаю. Надень капюшон сверху. Максимально странный. Зачем ты советуешь мне надевать капюшон сверху? Ты какой у тебя колпас? Ну, мам. Ладно. У тебя очень красивый попа очень красивая. Что? Попа очень красивая? Нет, ну шапка, кстати, милая. Очень. Лук номер два. Вопрос. Вы помните свою самую любимую куклу? Как она выглядела? Вот какая она была по качеству? И сейчас просто для сравнения я покажу вам, как выглядят модные современные куклы. У меня в руках Rainbow High. Официальным поставщиком этого бренда в России является Rossman. Это считается куклами премиального качества, у них очень детально проработаны аксессуары, ну и сами по себе куклы вообще нереально круто выглядят. И каждая кукла соответствует определенному цвету в радуге. Давайте распакуем. Начнем со студентки школы Shadow High Berry Skies. Она обожает создавать цифровые произведения искусства на своем ноутбуке. Ее эскизы невероятно уникальные в точности, какая она сама. Смотрите, здесь даже ресницы накладные. И костюм у нее здесь прям диски. У нее такая детализация. Еще она супершарнирная, все двигается. Значит, в комплекте был ноутбук, был смартфон, вот такие вот очки и была подставка тоже в цвет куколки. Дальше еще одна студентка Shadow High. Мечта Лаванди Ленни это путешествовать по миру в качестве профессионального фотографа. А пока она не делает фото, ты найдешь ее в винтажных магазинах. Она прям, конечно, вообще фэнси богиня, ничего не скажу. У нее очень крутое платье, у нее невероятно красивые длинные волосы, сапоги, просто что-то с чем-то. Подставочка, расчесочка, чашка. И, блин, ребята, журнал, где куча других девчонок. А еще у нее была вот такая вот камера, между прочим, с кольцом. Профессионал, хэштег, а я в этом разбираюсь. А теперь последняя, самая огромная эксклюзивная коробка. Внутри Skyler Bradshaw. Она у нас модный дизайнер, и в самом наборе больше 40 предметов. Рабочий стол, ткань, манекен, цветные карандаши, ножницы, блокнот с проявляющимся рисунком и многое другое. Вообще нереалка. Предметы из набора это игровые аксессуары. Они, если что, конечно же, не острые и не функционируют как настоящие. Я действительно в абсолютном восторге от этих кукол. Если что, подробнее про вселенную Rainbow High вы можете узнать по ссылочке, которые я оставляю вам в описании. Обязательно перейдите, почитайте это во. Абсолютно нетленная классика. Это мой любимый тип ситоров. И абсолютно точно так же каждый год приезжаю в Корею. Делаю в этом добре одну фотографию, а потом она у меня лежит до лучших времен. Потому что мне очень нравится, как это выглядит. Но я бы хотела, конечно, немножечко другого качества. Не то, чтобы я зажиралась. Просто вот очень хочется подобный дизайн. Но чтобы в нем было приятно и тепло. Потому что в Корее не так холодно, как у нас. И они реально, видите, вот он просто, вот он, прозрачный. Если он вас надену, вы меня будете видеть, понимаете? И в этом единственная его проблема. И от него волосы электризуются. Еще я нашла нечто очень странное. Я не уверена, что это даже будет не по размеру. Это вот такая вот какая-то непонятная юбка-шорты. Давайте примерим. Ну, здесь уже очень привычный экземпляр. Он, знаете, твой похож очень сильно. Это буквально да. Это мое. Юбка, на самом деле, очень странная. Потрогай. О, это, короче, мятая ткань. Давай покажем. О, мне тут тоже попа красивая. Ты не застегнула, смотри. А, я не застегнула? Ладно, извините. А я думала, что так странно выглядит. Как будто чего-то не хватает. Тоже пупочек открыт. Видишь, я же говорю, это мода. Да. Они еще надевают такие кроп-майки, типа кроп-топики. Это прям мода. Прям вот эта вот майка, которая у тебя здесь. И какую-нибудь, знаешь, кожанку тоже укороченную. И вот стиль. Выгляд, на самом деле, реально сильно прикольно. Мне нравится. Да, очень классно смотрится. Я, может быть, даже сегодня так и гулять пойду, потому что, ну, это прям, вау. Лепёво. Да. Я суперстесняшка, суперстесняшка. Подожди минуту. Корейский контент. А что ты крытишь? Я показываю, как юбка двигается на ветру. Что будет с ней, если такой-то пойдешь, и, знаешь, ветер случится. Там есть шортики. Оцениваю образ на 8 из 10, потому что свитер тонковат, а юбка короткая. Еще сейчас у них в моде нечто похожее на нейлон, но только более дешевый аналог. Не знаю, как называется такая ткань. Видите, очень сильно шуршит. А в дорогих брендах, конечно, но если будешь покупать, шуршать так не будет. Это как сумочка Prada, которая вот у меня вместе с Бабуга. Вот это вот Same Energy, то же самое, только более бюджетный аналог. Очень популярные сейчас вот такие вот накидки. Я прям посмотрела, они везде продаются. Честно говоря, смысла от них, мне кажется, примерно ноль. Это скорее просто вещь, которая дополняет образ, чтобы казаться такой крутой теченкой. То, что она Микарго с серыми их померяется. Хорошо будет. Это была отличная музыка для моего выступления? Для выхода, да. Я покажу. Вау, она была кореянкой. Она кореянилась. Не, она была корейкой определенно, не больше, но не Дашей. Корейкой, это сменила. Блин, кстати, многие безграмотные люди думают, что сокращенное название от кореянок это корейки. Очень часто от США. И это, типа, одно дело, когда кто-то иронично об этом говорит, хотя это тупо. Но реально очень многие уверены, что так правильно говорить. Если бы не понятие корейцев понимали русский, они вам и так далее. Ну, я понимаю абсолютно очень. Короче, если вдруг говорили корейки, это неправильно. Это реально часть мяса. Хотя знаешь, например, в Корее, вот говорят, что у корейцев есть нунчи. Это что? Это когда ты знаешь, что не нужно говорить. А, неуместно. Это, типа, часть воспитания. Но у многих корейцев, на самом деле, как будто бы нунчи отсутствует, потому что они могут тебе в лицо сказать, ой, ты поправилась, типа, и, типа, ты как свинюшка. Жесть. Вот так. Жесть. И они считают, что они говорят правду, и от этого, типа, наоборот, очень лучше и хорошо. А, типа, хорошо. Ты делаешь хорошо человеку, что ты ему говоришь, что вот ты поправился, тебе надо похудеть. Ну, справедливости ради, я реально была в некоторых корейских вот тусовочках, там тоже с девчонками, которые русскоязычные, но при этом кореянки. И я реально такое слышала, что вот они правда могут так стать или ой, волосы испортились. Да, ты так поправилась. В общем, именно вот такая вот интонация всегда говорится, типа, ооо, это что, я желаю тебе лучшего. Да, да, да. Хочешь, я посоветую тебе хорошего, только судьбе. Они реально желают лучшего таким образом, или это все-таки в этот подкову? Как это вообще воспринимать? Ну, в общем, в своих случаях, реально для лучшего, они считают, что если они тебе это скажут, что, типа, может быть, человек не знал, не знал. Они говорят о тебе напрямую, но, например, нашим менталитетом из России это... Лезем не в свое дело. Да, типа, какая у тебя разница? Поправилась я или не поправилась? Нет, да. Испортишь мне настроение. На самом деле, я не знаю, ну, правда, как относиться к этому, потому что, с одной стороны, мне кажется, это реально прикольно. И я всем своим близким подругам говорю то, что если вы увидите там что-то у меня случится, например, там, с волосами, с моим телом, ну, вот неважно, что, обязательно мне об этом скажите, потому что я реально могу не заметить. Незнакомому человеку я бы, конечно, или мало знакомому человеку, или не очень прям близкому. Я бы не хотела, чтобы мне какое-то такое говорили, и сама бы тоже говорить не стала. Поэтому я не знаю. С одной стороны, вроде, это правда, наверное, хорошо, а с другой стороны, я не знаю, в общем, что вы думаете? Я не знаю, что мне думается. А отцениваем образ. Хорошо, это хорошо, это прям хорошо. Мне все нравится. Она закружилась. Брюки классные, хоть и серые. Смотри, здесь еще есть такие штуки. Сейчас я тебе покажу. Это вертолет. Короче, когда, например, у тебя Джорданы или что-то такое, ты у меня фигачиваешь, ты так вхлоп. И прям, чтобы вот так вот. Да, и чтобы они по полу не валялись. Да. Да. Одень крокс и заканчивай образ, давай. Точно, сейчас мы покажем вам образ здесь. Сейчас будут крокс тайм. Смотрите, как они классно. А что, не видно? Крокс, да, спасибо большое. Божка. Да. Слушай, ну по факту, вот рофлы, если убрать, реально хорошо. Она была кореянкой. Вау. Кто это? Это что, айдл? Это профессиональный каверденсер, танцует лучше всех на свете. Вот это кто. Да, я согласна. Все, я пошла. Солидарно. Четвертый образ. Так, поехали дальше. Ну так, мы все еще арлики на вайбе. Я нашла абсолютно потрясающую укороченную жилеточку. Вот так она выглядит. В Корее это тоже сейчас безумно популярно. В любой магазин заходишь, везде жилеточки. Мне нравится, что ты на заднем фоне подтверждаешь, что я не вру. Что на самом деле это все-таки я не придумываю. Я все фрауда. Я довольна. Получается последний образ. Эти джинсы сейчас вообще хит-продаж. Просто в моде. Вот это вот заниженная талия, этот попок. И, кстати, еще поворот. 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 И вот здесь попу, смотри, как красиво. Карманы огромные. Хэштег этого видео. Смотри, побога, красиво выглядит. Смотри. Это очень важно, потому что, знаешь, у корейцев есть такие карманы на попе. Они делают. Моя попа, даже если она есть, она пропадает. А, типа они вот как-то вниз, да, вот сюда вот их вешают, как-то непонятно. И вот эти вот, знаешь, вот эти вот полосы, полосы, которые, если они, например, идут вот так, значит, они увеличивают попу, значит, как будто она у тебя есть. А если они нарисованы вниз, то все, попы нет до 60 до 10. Нифига себе, какие интересные истории. Маша сказала, что такие джинсы сейчас в Корее самые модные. И еще она мне рассказала, это было буквально первое, о чем мы поговорили, когда я приземлилась. Она сказала, что именно вот эти джинсы она купила дешевле. И на это есть лайфхак. Вообще джинсы, заниженные талии из-за того, что они оверсайз, разными карманами. Они вообще стоят около 50-60 баксов долларов. То есть это 5-6 тысяч, ну чуть-чуть больше даже сейчас. Может быть где-то 8 тысяч рублей. Я купила просто те же самые завышенные талии, только на 3, на 2 размера больше. И они сидят как на талии. Единственное, они приходят просто очень длинные. И я их обрезаю им. Штучки, да. И все, они модные и дешевые за 20 долларов. Вообще класс совет. На самом деле, да, есть скорее вот такая вот тема, что если вещь становится очень модной, даже если она неделю назад стоила, например, там, ну, 2 тысячи рублей, как только эта вещь попадает в тренд, она может стоить 5, 6, 7, 8, 9, 10 тысяч рублей. Это вообще не зависит от того, что у нее стало лучше качество. Это буквально та же самая вещь. Просто вот кто-то популярный ее выложил, все, и все сразу в магазины начинают переставлять ценники и делать ее дороже. Поэтому, если вы знаете лайфхаки, например, ну вот сейчас все тут на заниженной талии, достаточно купить просто более большие джинсы с теми же самыми модными карманами в том же самом модном сером цвете, это будет дешевле на несколько тысяч рублей. И это внимание на местном алике, то есть, ну, типа, все, реально дорого, как бы так, на секунду. А теперь ответы на ваши вопросы, которые вы задавали мне в телеграм про стиль в Корее. Какая обувь популярна в Корее? Тут сейчас безумно популярны кроксы, это Машина. Извини, я взяла твои ботинки без спроса. Так, уберите. Это сейчас мода. И тут целая куча кастомных для кроксов. Это реально очень клево выглядит. И куда бы ты ни пошел, еще на любой улице миллион просто штук, чтобы накупить себе вот такие вот кастомные вещицы для своих кроксов, и они у тебя были клевые. Они очень удобные, и их можно носить и под юбки, и под штаны крутые. Главное, просто вот эти штуки, они еще снимаются, и можно их менять на разные покупатели. Получается, покупаешь одни кроксы, а их как будто миллион, если разные штуки. Я даже, кстати, с аниме с разными видела. Я видела с Бензорчеллом и видела с Наруто. Но уверена, что на этом не ограничивается. Есть прямо отдельные магазины кроксов, где прямо кроксы покупаешь, и вот эти штучки. Отдельно. Мне обосраться, как нужны красные кроксы на платформе и Киришима. Это канон. А еще, еще, еще. Вот 16 октября по канону Драйв Киришимы. И что случилось 16 октября, а? Что случилось? Ну, это только на такие поймут. Мария такая. Какое-то вообще отношение у меня к этому видео. Ну, мне захотелось высказаться. Что случилось? Как ты заметила, если, например, поехать на Канам, в Канаме свой стиль. Он больше деловой. Больше пиджаки. А, например, Хонде – это больше уличный стиль. И на Хонде больше такая стилистика для студентов, для разных подростков. Мендон вообще собрал в себя все разные стили, потому что здесь очень много иностранцев. Это больше такой туристический район. Здесь вообще есть все. Вроде как слышала, что не приняты открытые ключицы и в целом открытые наряды. Но при этом айдолы все время в мини-топах. Вообще в каждом магазине продаются вот такие вот топики. Они буквально выглядят вот так. Они внутри прям уже идут конкретно с лифаком, как это у вас правильно называется, с поролоном? С поролоном, да. Это очень удобно, потому что тебе не нужно париться на тему лифа, и у тебя ничего не будет торчать. Гениальная вещь. Я обязательно, когда буду делать топики в бренде безден, сделаю так же, чтобы это было удобно. Вообще удобно, потому что от лифчиков остаются следы здесь. Да, а когда ты хочешь топик надеть, то получается класс. Короче, топы тут носят спокойно. Корейцы покупают одежду на Алике. А с Алиэкспрессом проблема в том, что каждый, например, корейец должен иметь персональный код. Персональный почтовый код. Нет, здесь индекс есть. Но это именно персональный почтовый код. Но это именно персональный почтовый код. То есть, например, для иностранцев это будет очень трудно, потому что у них есть приложение почтового отделения. Ты регистрируешь там свою ID-карту, то есть свой паспорт корейский, номер, и подтверждаешь, получается, паролем, что тебе приходит на твой номер телефона. Подтверждаешь паролем, и только там уже система крутится. Ты подтверждаешь свой адрес, где ты живешь, и получаешь персональный код из 12 чисел. То есть, буковка П и 12 рандомных чисел. И это твой персональный код, через который ты уже только имея его можешь заказать, например, с Алика. Плюс еще с Алиэкспресса очень, например, сложно, что если ты заказал на сумму больше 150 долларов... А это достаточно легко, потому что, ну, это как бы да. Да, потому что есть многие китайцы, они, например, просто в одну коробку соединяют множество... Да, огромную-огромную посылку делают, и потом шарят, видимо, да. И если приходит тебе коробка, и, допустим, на вид почтового отделения эта коробка больше 150 долларов, он может потребовать пошлину. Пошлина это как налог. Да. Но ты должна заплатить 50 долларов сверху за эту пошлину. А, понятно. Получается, да. Получается, да, невыгодно. Проще заказывать с вашего корейского аналога Алика и получать одежду. Да. Что ж, ну про это мы расскажем позднее, когда уже будем с ним непосредственно на это видео. Тут есть свой отдельный сайт, как он называется у вас? Он называется Ablee. Ablee. И в этом Ablee представлено примерно все то же самое, что представлено у нас на Алике, только почему-то в Корею с Алика заказывают целое приключение. Хотя Китай, по сути, вот он совсем рядом. Кстати, вот, например, если брать такие приложения, как Shade, Ablee, по факту, там, например, то, что уже есть в Корее в наличии, а есть такие вещи, которые, например, реально идут с Китая, и их нужно ждать в течение двух недель. Например, как свитер, который придет только 1 ноября. А, да, мы заказали уже некоторые вещи, но они придут тоже после того, что я увлечу. Сам факт того, что одежда, она такая же дешевая, также где-то в районе от 10, 15, 20 долларов, полтора-две тысячи рублей. Правда ли, что в Корее особо не стирают и не гладят одежду? В Корее в основном не гладят, потому что здесь ткани сделаны такие, что они особо, в принципе, сильно не мнутся, если это не какой-то ХБР-башка, например, из этой серии. По поводу стирок, здесь есть прям отдельные стиралки, куда люди приходят, стирают, и сразу же есть большие сушки, чтобы сразу высушить, так как, например, в Корее все квартиры, здесь очень повышенная влажность, и из-за того, что влажно, в квартире образуется плесень, и вот этот вот запах сырости не все любят. Да. Пользуясь случаем, в этом видео мы с вами сейчас пойдем в магазин, где продается кейпоп-мерч, там накупим всякой годноты, и я это разыграю. Короче, мы нашли вот такой вот огромный раздел, где продается серпик, в точности как носили айдолы, и я нашла серьги, короче, из клипа вонем, и я считаю, что это просто наша обязательная обязанность, вот это вот купить и разыграть. А чтобы поучаствовать в розыгрыше, достаточно подписаться на мой канал, подписаться на мой телеграм-канал, конечно же, на канале бренда Бездна, но куда же без него, мне нравится, что ты сзади... Да, я повторяю. Вот, и самый активный участник моего телеграм-канала и моего ютуб-канала получит вот эти вот подарки. В общем, такие дела. Спасибо большое, моя хорошая, что помогла посниматься в этом видео, всех люблю, всех целую, всем пока, смотрите другие мои видео. Всем хай, здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, влог из Токио получается?